ясно понятно но мы наташа гриценко это я я марин бородина да и мы приветствуем всех на практике цветы и птицы на майских праздниках сегодня у нас первое такое открытое занятие и сейчас мы в двух словах расскажем чем мы будем заниматься две недели кто зашел просто посмотреть удовольствие пересовать потом захочет остаться напишите потом в чатик мы с вами свяжемся и все расскажем что надо делать значит чему будет посвящена наша практика цель практики безмятежного рисования это пересрать свое удовольствие и мы решили что на майские праздники нет ничего лучше чем рисовать цветы тем более что почему-то определенных кругах присутствует мнение что рисовать цветы не серьезно ну да они серьезно и в этом их и прелесть как нам кажется кроме того это заблуждение как мы убедимся в течение двух недель посмотрев очень мощные работы самых что ни на есть серьезных художников и мы у нас будет шесть зумов мы предложим несколько разных подходов техник когда к изображению цветов мы поделились на этапы будем говорить что нужно делать на каком этапе без сопровождения никто не останется но в то же время это не то же самое что курс как освоить технику то есть какие-то супер технические тонкости там нюансы и прочее и там 100 способов работать тушью это не это не в этот раз в этот раз просто пересовать цветы но тем не менее если у вас возникает хоть технологический вопрос что там не знаю как что-то сделать не знаю как сделать что-то лучше то вы всегда в чат пожалуйста пишите спрашивайте и мы подскажем как с этим разобраться и чтобы все получилось меня было слышно да супер потому что я за городом и у меня не всегда понятно насколько нормально работает интернет вот что касается сегодняшней практике и сегодняшнего нашего занятия то тут расскажем для новеньких мы будем немножко посмотрим картинки из презентации у нас будет время на этапы и мы будем говорить за сколько времени что нужно будет сделать мы все вместе будем это делать потом показывать результаты в камеру и обсуждать задавать вопросы мы будем отвечать и потом все кто хочет могут выложить свои работы и вопросы и так далее в чат и там их можно будет рассмотреть как следует и соответственно если кому-то нужен более внятный комментарий то это как раз возможность его получить показать работу как следует и получить хороший комментарий марина что-то добавить я хотела добавить по поводу комментария что идея такая поддержка у нас всячески приветствуется соответственно в чате но вы видели правило если вы хотите сказать автору поделиться своим впечатлением своими порадовать его это всячески приветствуется но к авторам обращаю ваше внимание что если вы хотите задать конкретный вопрос нам с какими-то проблемами задавать его то есть просто выложить картинки это это значит что ну и мы просто и ответим мне нравится мне то нравится мне это нравится как зрители да но если у вас есть скажем так образовательную ответ на образоваться по поводу образовательной задачи можно дать только если у вас есть образовательный вопрос я хотел сделать вот это у меня получилось вот так насколько там удалось не удалось и так далее. Хотела сделать четко, все растеклось, что я делаю не так. Да, да. И мы это говорим каждый раз, и мы это писали, но в целом хочу напомнить, что у нас безмятежное рисование, поэтому если вам хочется делать свое, рисовать по своему референсу, своими материалами и вообще по другой задаче, конечно, пожалуйста, мы здесь просто для того, чтобы компания нас поддерживала и все. Поэтому, да, кто хочет рисовать по своему референсу и не по задаче, рисуйте, пожалуйста, по своему референсу и не по задаче. Ну что, начнем. Сегодняшняя наша тема это рисование большими пятнами цвета, потому что вылезли первоцветы, и мы эти большие пятна цвета наконец-то можно наблюдать посреди еще такой серенькой достаточно картинки, ненасыщенной. И в качестве техники мы хотели предложить поработать и примериться к аппликации из заранее заготовленной бумаги. Вот Марина подготовила нам картинки, и я немножко тоже. И вот про первые работы, работы Марии Пискуновой, вот до того, еще как мы начнем рисовать, мы раз покажем, как выглядит вот эта самая аппликация из заранее заготовленной бумаги с дорисовкой, и это работы Марининой студентки, и Марин, конечно, вам стоит их прокомментировать. Как вы видите, работы прекрасные, и красота их, особая их сила в трех китах. Во-первых, они прекрасны вот этими чудесными живыми фонами, невероятно разнообразными, какими-то непредсказуемыми. Во-вторых, они прекрасны такими очень точно подобранными элементами с четким краем. То есть, если бы все работы были вот такие расплывчатые, как это обычно происходит в акварели, эффект был бы не тот. Но здесь сочетание вот этой невероятной свободы с достаточно большой четкостью. И третий здесь кит прекрасный, это, собственно, дорисовка, которая, это просто акварельная бумага, акварель, налитая на эту бумагу очень свободно, достаточно большое количество листов было. И после этого Маша выбирала нужные участки, прикладывала, потом вырезала, там уточняла форму и потом дорисовывала кое-что. Ну вот, например, вот эти тени карандашом, там глазки, комариком, вот прожилки тут. И это дало вот этот потрясающе лаконичный и при этом очень живой и практически недостижимый, если просто рисовать акварелью, эффект. То есть, с точки зрения, красота именно в том, что здесь есть не просто края, а края достаточно четко вырезанные, очень ровные, при полной свободе заливки. да, сочетается вот эта вот звонкость и четкость формы присущей аппликации с легкостью, случайностью, разнообразием акварельной заливки. И тут Марина об этом рассказала, я бы хотела акцентировать. Это не та история, когда девушка рисовала отдельно комаров, отдельно листочки, отдельно что-то еще. Вот это вот очень красивая и свободная заливка и выкраска достигается за счет чего? За счет того, что бумага просто красилась, вообще вот как в голову на душу легло и ограничения тут были разве что вот из серии. Автор заранее знал, что нужны будут зеленые листья, ну и какие-то вот зеленые пятна и что-то еще накрашивалось. А дальше она очень кропотливо подбирала какие-то нужные фрагменты и кусочки и это была в чистом виде работа со случайностью. Например, вот левый комар сейчас на экране, у него такая темная голова с темным воротником, переходящая в красное тело. Это не было задумано заранее, это просто удачно подобранный элемент вот этого случайно потекшего легшего пятна. А как же сделать эту всю случайность более управляемой? И вот тут как раз третий пункт, о котором говорит Марина. Чтобы немножечко это все оформить и завершить и сделать похожим на то, что нам нужно. Добавляется дорисовка поверху в нужных местах. Тонирование цветными карандашами, рисование тонких линий теми же карандашами, ручками или фломастерами, какое-то может быть уточнение светотень каким-то любым более управляемым материалом. и вот все вместе сочетание преимуществ каждой техники и каждого материала дает нам вот такую красоту. Но вообще техника и подход к изображению это совершенно не новый. Марин, покажите, пожалуйста, дальше. Сейчас я еще подсключительное слово скажу. Лайфхак, который нужно знать про вот эту конкретную технику. Лайфхак здесь такой. Листы, которые Маша красила, были очень большие. То есть это приблизительно А3. И широкая кисть и она там и брызгала, и разливала, и что угодно делала. А вот картинки, которые она делала, они маленькие, приблизительно А5. Именно это дает такое наблюдаемую нами текстуру, смелые пятна. То есть соразмерность немного разная, немного разный масштаб того, как заливается краска и как она потом используется. Именно поэтому создается ощущение такой нераскрашенности, а вот реальной заливки. Идем дальше. Так вот, техника и подход весьма почтенный. И он широко используется, как в современной иллюстрации. Например, вот это аппликации заранее подготовленной бумаги Лоры Карлин, британской художницы и иллюстратора. А вот это художник Йокум Нордстрём. И тут мы тоже видим очень таких четких человечков и пазл, мозаику гор на дальнем плане. И при этом внутри каждого этого простого пятна можно рассмотреть какие-то сложные текстуры, как, например, в горах. Я подозреваю, что это гуашью заранее было накрашено. Это тоже Йокум Нордстрём вот эти вырезанные головки, где тут уже прямо заранее были нарисованы сами портреты, где-то карандашом, где-то красками. Зачем же это все потом еще вырезать? А упрощается форма и дается дополнительная четкость. Кроме того, бумага, положенная на другую бумагу, дает такой эффект мельефа. Она отбрасывает крошечную текстуру. И в то же время и классики этой техникой очень даже пользовались. Вот, например, обнаженная модель Адюста Родена. Акварельный набросок, который потом вырезан, помещен в белый лист и получился очень такой четкий знак с чем-то свободным, движущимся и текучим внутри. Ну, и если подходить к нашей теме, вот эта ботаническая иллюстрация, это тоже заранее нарисованное растение, заранее подготовленное изображение, которое потом вырезано и помещено на подложку. и это дает вот замечательную четкость, четкость края, четкость знака и силуэта, которую в простом рисовании, как всем мы знаем, добиться очень и очень сложно. а тут как бы само получается. Да, я очень всем рекомендую на досуге попробовать этот прием, потому что вообще говоря, это один из способов собрать и сделать такой собранный завершенный рисунок почти вне зависимости от того, какой он был изначально, потому что совершенно чуждый фон, то есть не такой, как присутствует на самом рисунке, любого цвета, а уж черного точно, собирает, что бы не было внутри, и это создает такой автоматический законченный рисунок, такой лайфхан, и аккуратный край, все собирает, все там возможные там неаккуратности или какую-то недоделанность, просто отделяя рисунок, фон, и это работает. Очень просто и здорово работает. Выключайте, Марин, презентацию, сейчас расскажем, что делать. Итак, что делать? Сейчас мы будем красить бумагу. Мы совершенно намеренно не показываем референс, чтобы референс вас не отвлекал, потому что, как мы знаем, референс это только повод для работы, у нас нет задачи точно все срисовать, и если у вас будет что-то другое по цвету, и получатся цветы иные по цвету, нежели на референсе, то и прекрасно, почему нет, это творческая переработка. Наша задача сейчас подготовить несколько больших листов бумаги, просто их покрасить, как вам хочется, как вам нравится. Может быть, это пятна акварели, может быть, вы просто цветную тушь нальете, может быть, вы по пучку фломастеров в каждую руку возьмете и вот так вот сделаете, и это все закрасите. И вот вопрос, какие брать цвета? Да какие вам нравятся, те берите, мы потом из них сделаем красивую аппликацию. Для тех, кто будет готовить бумагу чем-то жидким, водорастворимым, например, тушью, акварелью или гуашью, мы очень рекомендуем закрепить лист бумаги по краям бумажным скотчем или, в крайнем случае, зажимами, чтобы от воды лист у вас не начал сворачиваться и коробиться. Марина, добавите что-то? Тоже лайфхак. Классно, если жидкая краска типа акварели или гуаши позволяет вам, чтобы вы ей позволяете, чтобы она растекалась по листу, но избегайте прямо луж, потому что, во-первых, будет очень долго сохнуть, во-вторых, даст очень резкие края, а вот по влажной бумаге реально можно набрызгать, налить, накапать краски разных цветов и они будут интересно взаимодействовать между собой. то есть потеки, да, влажные, да, такие прям глубокие лужи нет, потому что они только к завтрашнему дню и высохнут. Вот, ну да, а нам все из этого резать. А также можно подобрать цветную бумагу, цветную бумагу, по которой вы что-то покрасите, только оно все будет разнообразным и достаточно большим. Да, например, можно обогатить уже готовую цветную бумагу, покрасив поверху по ней цветным карандашом, того же оттенка или другого. Или можно взять и использовать, например, пастель, накрошить, растереть губкой, поработать боковины мелка. То есть сырой материал не обязательно. Нам нужна просто самостоятельно заготовленная бумага, потому что она будет тех цветов, какие вам нравятся, и она даст вам сложную, разнообразную текстуру. А после этого у нас на это будет отдельный этап. Мы на это выделим, запланировали выделить пять минут, но что-то я думаю, что уже надо побольше. Как Марина считается? Вот, давайте выделим десять минут, десять минут на покраску бумаги и рассчитывайте на то, чтобы закрасить примерно четыре листа, как вашей душе угодно. не менее четырех. Не менее четырех. Можно больше, главное не меньше. Так, десять минут. Включите музыку, приятно. И после того, как мы с вами все это покрасим, давайте для ровного чего-то в половину девятого мы с вами тут опять соберемся, и мы с Мариной покажем немножко работ художников еще, и скажем, что будем делать дальше. Все, встречаемся здесь в 20.30 с накрашенным самостоятельным бумагом. Она сохнет, пока мы будем показывать и рассказывать. Да, и выключайте, пожалуйста, у себя звук. Так, вот, отлично, очень яркий, отлично. Не забывайте, пожалуйста, ух ты, у Динары уже это законченная работа практически, у Татьяны тоже. Не забывайте, что и работа, которую вы будете из этого делать, реально должна быть гораздо меньше, чем тот лист, который вы накрасили. Ух ты, у Ани линейные штуки, шикарно. Украсно, да, вот, посмотрите, Анна уже себе заложила контраст, там есть очень такие, как это сказать, в технике по-сырому листы, и листы с жестким характером, с какой-то такой колючей, шершавой текстурой, набранной чем-то линейным. Уже графическая выразительность заложена заранее в таких подготовленных листах. А теперь, пока вы разнообразный красный. А теперь, пока ваши листы сохнут, а вы, сдается мне, продолжаете красить, я бы на вашем месте так и сделала. Значит, что мы будем делать дальше? Расскажем и покажем несколько примеров. А дальше мы выведем на экран фотореференс. Еще в чат и безмятежного рисования в нашу группу цветы и птицы я кину ссылку на папку с референсами. Если у вас нету своих, можно выбрать любой из наших. И дальше можно будет вырезать крупные пятна, групп цветов отдельного цветка, масс листьев, может быть, не по отдельному листочку, а сразу целую группу листьев, и расположить их в листе. Про аппликацию обычно мы рекомендуем резать ножом. Почему? Потому что так получается более плавное естественное движение руки и более ровный край. Когда мы режем макетным ножом, то движение руки больше похоже на наше движение при рисовании. По работе с макетным ножом маленькие пара лайфхаков, мы их еще раз повторим, но озвучим уже сейчас. Нож имеет смысл держать такой в расслабленной руке, и чем более острым будет угол между вашей поверхностью, на которой вы режете и ножом, чем более вот так будет нож. Не так? Так не надо. Так не надо. Надо вот так. Тем проще вам будет резать. И бумагу можно поворачивать, как вам удобно, потому что внутри бумаги есть волокна, и знаете, как с резьбой по дереву, там по ворсу резать, против ворса резать, или удобно и легко, или оно все дыбом встает и начинает трескаться. И с бумагой то же самое. Чтобы у вас вышел ровный край, можно резать одну линию и при этом саму бумагу немножечко подворачивать, подкручивать. Так будет удобно. Но если вам удобно ножницами, кто же вам запретит? Ножницами резать тоже можно, просто ножницы не дадут вам длинные ровные линии, они дают вот такое движение, и там могут образовываться ненужные вам где-то зазубрены, такие стыки острые. Но если у вас нет ножа или просто вы не хотите им пользоваться, то ножницами конечно резать тоже можно. Это из такой, из широкими мазками описали задачу, а сейчас мы ее опишем чуть более конкретно и покажем несколько примеров работ художников именно по работе с большими пятнами цвета. Марина? Сейчас момент, снимаю картинки. Эти художники уже работают в совсем другой технике, в разных техниках, не в аппликации, но по принципу работы, как работать с большими массами цвета, именно по этому принципу они попали в наш подбор. Эмиль Нольда, акварели. И тут я хочу обратить ваше внимание на то, как свободно он объединяет красный в одно пятно. Марин, можно предыдущий слайд еще показать? Вот тут он не рисует отдельно цветочки, а если мы смотримся, то это будет одно большое красное пятно, которое мы можем спокойно вырезать из одного красного куска бумаги, а потом внутри уже где-то доработать немножечко один цветок от другого отделить, если это нам нужно, добавить детали, что-то в этом лучше. Тут та же история, да, посмотрите, у нас, например, справа есть большая группа из четырех маков, которые представляют собой по большому счету одно крупное пятно. Марин, вы, пожалуйста, тоже комментируйте, когда вам хочется сразу. Может быть здесь? Я потом скажу, я просто на идее аппликации, что я потом скажу про аппликацию. Хорошо. Я хотела просто прокомментировать на будущее, чтобы участники, делающие аппликацию, возможно, я предвосхищаю, может, никто так и не хотел, не рассматривали аппликацию как условно многослойную штуку, то есть, что можно вырезать из одной бумажки нижнюю часть, а потом другую бумажку приклеить поверх. То есть, я предлагаю избегать конструирования цветов, а скорее выбирать такие участки, такие пятна такого цвета бумагу, чтобы нам практически не приходилось ее дорисовывать. И дорисовывать мы снимаем. Вот, то есть, тут, если мы посмотрим, тут же действительно очень свободные, очень большие пятна, и у Нольда в трех примерах из четырех они упираются в края листа. То есть, это такие здоровые пятна цвета, упирающиеся в края листа, такое смотрение на цветок очень близко, и здесь практически нет деталей. То есть, тут, на мой взгляд, в чем радость этих работ и чем занимается художник. Художник нам предлагает полюбоваться цветом как таковым. И пустить в работу, положить в работу здоровое пятно цвета, может быть, с какими-то переливами, с оттенками, с чем-то еще, положить рядом несколько дополняющих друг друга цветов, это уже событие, событие для художника, для зрителя, которое может не требовать какого-то подробного рассказа о строении цветка, о том, сколько у него лепестков, о каких-то нюансов. То есть вот эти четыре работы Нольда, для меня их основная тема это встреча с цветом и радость от цвета как такового. И не могу не отметить, что зрителю, как вы видите, никак не наскучивают, хотя, казалось бы, тема одна и та же, и даже композиция в общем очень похожая, но нет, зрителю скучно не становятся, цветы прекрасны всегда, и на них можно смотреть вечно. Так, поехали дальше. Да, дальше у нас Татьяна Маврина, которая, мне кажется, будет попадать в каждое занятие у нас. Это моя любимая художница, поэтому я не могу ее комментировать, Марина. Я комментирую. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь немножко другая техника, но она тоже построена на том, что в основе всего этого лежит абсолютно базового какого-то цвета, очень яркого или не яркого пятно, которое потом стало более разнообразным, потому что Татьяна Маврина его дорисовывает, дорисовывает разными способами, добавляет цвет, добавляет линии, и в целом, казалось бы, пятно одного и того же цвета становится разнообразным и богатым. И на разных цветов. Марина, вернись, пожалуйста, предыдущий слайд, я тоже все-таки добавлю. Это гуаши, гуашевая работа, но в перекладке на нашу сегодняшнюю технику, на аппликацию с дорисовкой, мы легко можем себе представить, как мы из какого-нибудь розового куска бумаги вырезаем вот такую вот трапецию, да, и дальше мы поверху дорисовываем ее, может быть, карандашами, может быть, тонкой кисточкой, может быть, фломастерами, добавляем какую-то линейную часть, и у нас из вот этого большого пятна трапеции, из одной розовой трапеции получается целый букет приму или шиповников. Не забываем про небольшие рифмочки к центральному пятну. Эмма Ларсен пример как раз акварельных работ современной акварели, и здесь это такая уже штука на грани абстракции, как мне кажется, и здесь мне, как зрителю, что здесь интересно наблюдать, во-первых, разнообразие текстур внутри пятна, то есть тут мне просто нравится наблюдать за работой материала, а как акварель может, и она так может, и еще так может, оно все такое разное, а во-вторых, вот как мы с вами вначале говорили, тут очень классно работает контраст вот этой всей текучести и буйства текстурного с очень четким краем, с абсолютно гладким ровным белым фоном, и одно оттеняет другого, другое, и поэтому это выглядит так, на наш взгляд, выразительно. И оно выглядит природно, то есть внутри кипит какая-то жизнь, снаружи край и все. Это аппликация, извините? С высокой вероятностью нет, это скорее пятно, то есть пятно создано влажным просто водой и потом заполнено жидкой краской и где-то с дорисовкой, то есть видно, что вот это идет дорисовка уже сухой краски, а вот здесь повлажной. Здесь возможно даже жестким каким-то инструментом, но все остальное это игра с краской внутри влажного пятна. Мне тоже не кажется, что это аппликация, мне кажется, что это акварель. Нет, это видно просто по краю пятна, что пятно нарисовано довольно живо, но при этом вся эта красота возникает только потому, что это не просто покрашенная бумага, это на бумагу нанесено, допустим, какой-то светло-светло-серый влажный подмалевок, и потом поверх него все это нарисовано. То есть, нет, это не вырезано. Но ничто не мешает так вырезать. и японская художника Мирока Матика, художница и иллюстратор. Вот такая известная своими очень яркими и, как это принято называть, детскими изображениями, на наш взгляд, очень притягательными своей какой-то витальностью. Тут мы тоже что видим? мы видим вот эту очень живую текстуру внутри пятен света в сочетании с абсолютно гладким фоном. Это гуаши. Мирока Матика работает гуашью. Тут тоже никакой аппликации нет, но мы предлагаем вот эту технику аппликации с дорисовкой как способ упростить себе жизнь, потому что аппликация автоматически даст нам вот этот четкий край и графическую звонкость. Мы сейчас перейдем на работу у Мирока Матика, которой она применяла аппликацию, то есть поскольку ценность картинки в том, что есть четкий край, то аппликацию она тоже применяет, но про эту я хочу обратить ваше внимание на ее реальные размеры, то есть это кажущаяся детскость, но на самом деле, если посмотреть на размеры вот этих деталей, это довольно крупная работа, то есть это работы больше, чем А1, так что не такие уж они детские, и обратите пожалуйста внимание на красоту того, что она использует это ритм, то как вообще в целом строится растение и у нее это растение строится по какому-то такому принципу, и это по-другому, и это по-третьему, вот это по-четвертому, и это тоже дает нам ощущение реальной жизни. Тут она работает просто двумя материалами внутри карандаши и фломастеры, и снаружи краска, и это тоже дает нам четкое разделение как бы предмет и фон, и вот это с аппликацией. Да, и тут как раз мы видим сочетание подготовленной бумаги краской и карандашами, просто заштрихованная вот такая штука. И Марин, какие-то наверное рекомендации о том, как расположить все вот эти вот пятна в листе. Мне кажется, что давайте попробуем самостоятельно. Да, давайте попробуем тогда, потом обсудим. Итак, сейчас задача. Мы выведем на экран фотореференсы. Давайте, Марин, я кину в чатик ссылку. Если у вас есть свой букет или свой фотореференс, работайте, пожалуйста, просто с ним. И сейчас задача просто изобразить цветы, те, которые вы видите на экране или какие-то другие, вырезав их большими пятнами, прямо очень крупными большими пятнами, объединяя несколько цветков в один, несколько листьев в одно пятно и расположить их в вашем листе. У вас может быть белая подложка какого-то любого цвета, черного, синего, какого угодно, но может быть тоже закрашенная, но такой беспроигрышный вариант, если вы будете сочетать заранее подготовленную бумагу с гладкой бумагой, с незакрашенной, с плоской, скажем так, и тогда у вас в работе уже появится графический контраст чего-то текстурного и чего-то гладкого. Это выглядит выразительно, эта разница будет цеплять зрителя. И на эту часть с аппликацией давайте мы с вами возьмем 15 минут. Не спешите приклеивать вырезанное, поместите ваши вырезанные пятна в листы разного размера. Обратите внимание на размер белого поля вокруг, на то подходит ли больше вашему пятну, может быть какое-то совсем маленькое поле и у вас ваши цветы будут упираться в края листа или какое-то спокойное среднего размера поле или может быть у вас будет совсем маленький значочек цветочек в середине большого белого поля. Посмотрите, что вам больше нравится. Сфотографируйте несколько вариантов и наклеивайте уже потом тот, который вы будете считать самым удачным. Из клея мы рекомендуем пользоваться клеющим карандашом, не ПВА, не чем-то таким и, наверное, все. Марина, что-то надо добавить? Я хотела добавить важный момент, что напомню, что вам совершенно не обязательно буквально копировать фотографию, референс, который перед вами. Он вам для того, чтобы дать повод и комбинировать цветы, как вы можете как угодно, и вы можете заранее задумать, а в чем, собственно, будет какая-то пластическая тема вашей работы, сочетание мягкого и жесткого, сочетание большого и маленького. Интересное пятно просто распертое в листе, решите для себя и вперед. И на дорисовку у нас еще будет отдельное время, поэтому сейчас смело располагаем пятна в листе. Все, время пошло, мы с вами встречаемся в 21.02. Время вышло. Посмотрим. Да, коллеги, собирайтесь, и сейчас время показать друг другу пока просто в камеру, что получилось, и задать вопросы, ух ты, Марин, как красиво. И по референсу. Бумага оказалась гораздо интереснее. Татьяна, здорово, какие красивые у вас штуки. О, вот я вижу у кого-то наоборот инверсию цветок из гладкой бумаги на подготовленном фоне. Тоже работает. И так работает, и обратно работает. Ага. И видим решение и в край листа, и маленькие ритмичные пятна повторами, наборами. Очень по-разному. О, супер. И вот, Мария нарезала тонкоты. Как показывать, я не знаю. Просто показываем в камеру. А я не могу, я же не приклеила. Пока что-то что-то приклеить друг 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 другом. Не спешите, если вы не приклеили, сейчас будет еще этап дорисовки, когда вы сможете приклеить. Во-первых, а во-вторых, мы просто потом все нарядное и готовое сфотографируем и попросим всех выложить в чат. И вот там-то уже и развернемся. Я тоже не могу показать, потому что у меня, во-первых, А2 формат. Во-вторых, он не приклеен, я выложила в Телеграм. Конечно. Хорошо. Смотрите, очень разные варианты. Да? А фон можно белым оставить или все-таки затонировать? У меня белый как-то слишком белый. Ну, сначала затонировать, потом... Это ваше решение. Вы можете затонировать, вы можете сделать его любого цвета, какого вам хочется. И да, почему бы и нет. Почему бы не затонировать. Можно сделать черный. Вот как раз нам Наталья Порошина показывает черный вариант. А вопрос, какой лучше в конкретно вашей ситуации, лучше кинуть работу в чат, чтобы можно было посмотреть, как следует и посоветовать. Вот я кинула. И сейчас... Так. Тому, кто кинул, простите, Мария. Мария, мой комментарий к вашей работе, я бы взяла лист побольше. Дело не в подложке здесь. Дело в том, что само изображение выходит за рамки листа и автоматически подразумевает, что там за ним еще находится какой-то еще дополнительная более широкая подложка. Поэтому смело просто возьмите еще лист побольше. И мы выходим на этап маленькой дорисовки и доработки. Елена, очень красивая, красная, то ли цветы, то ли ягода. Мне кажется, что это ягода, малина или клубника. Выходим на этап мелкой доработки и что делаем сейчас? Сейчас тоже можно не наклеивать, чтобы у вас была возможность еще подумать и приложить, располагая большим временем к листу другого размера или другого цвета. Сейчас этап добавления маленьких деталей и акцентов в гомеопатических дозах. То есть, может быть, вам где-то нужно передний край цветка подчеркнуть и один цветок из группы отделить от другого. Может быть, вам где-то нужна деталь для завершения композиции и вы там тычинку нарисуете. может быть, прожилку в листе, что-то еще. Минимальная доработка и секрет успеха тут, во-первых, в этой самой минимальности, что чуть-чуть дорисовать, совсем чуть-чуть и ни в коем случае не стоит закрашивать какие-то удачные случайности, удачные потеки, может быть, дырки в пятне, может быть, что-то еще. Возможно, кому-то по первости это кажется неаккуратным, нехорошим и непривычным, но обычно мы всегда стремимся сохранить вот эту живость, которая возникла в пятне сама и вот эти вот добавочки, где-то там краешек листового цветка, где-то что-то еще, эти добавочки мы уже вводим не глядя ни на референс, ни на натуру, разве что нам надо разобраться в каком-то строении, куда этот пистик втыкается или как дебель, какой он точно толщины относительно цветка, но мы скорее обыгрываем и используем вот эти найденные случайности, красивые места вот этого случайного пятна и добавляем деталь совсем чуть-чуть для узнавания. Марина, что добавите? Мне кажется, что лайфхак такой, если вы можете ничего не добавлять, лучше ничего не добавлять. поставить две точечки просто, чтобы один из цветков был более активным, чем другой, поставьте, но в целом у вас уже есть очень выразительные силуэты и пятна и оставьте их такими живыми, как есть. То есть минимальная доработка, минимальная. И не повторяйте то, что вы уже сделали, у вас уже, у вашего пятна есть край, поэтому обводить пятно не нужно, дорисовывать туда ничего не нужно, если у вас уже и так есть стебель, листья и так далее. Только чуть-чуть что-то внутри, любым материалом. Вот вопрос, отправлять ли работа в этот чат? Нет. Если вы присоединились к нам на одну открытую встречу, то отправляйте работа в чат безмятежное рисование в Телеграме. А если вы присоединились на весь курс, то отправляйте работой в чат группы цветы и птицы. В Телеграм, в Телеграм чат отправляйте. Так, все, время пошло, на этот этап возьмем 10 минут, и тут основная часть времени на посмотреть и на подумать, а не на покрасить. Встречаемся в 21.20. Можно вопрос? Да. во-первых, я хотела понять, нужно ли мне фон красить? Не нужно, но я, да, не нужен совет. Вот. И во-вторых, можно ли доклеить, а не дорисовать? Потому что при этом огромные цветы, мне кажется, нужно доклеить что-то. Да-да, дорисовать можно. В сроком смысле доработать. Можно все, что угодно. Конечно, если нужно доклеить, доклеивайте, а фотографируйте вашу работу, кидайте в чат прямо сейчас. Я кинула. Я кинула. И, Наташ, у меня к вам вот какое предложение. По идее немножко зависит от вашей затеи. У вас сейчас довольно темные цвета, и вот весь этот силуэт с пятнами, стеблями, листьями контрастирует со светлым фоном. Если это была ваша идея, то вы максимум, что можно здесь делать, это делать фон, допустим, по цвету активнее, допустим, слегка желтым или слегка розоватым, тогда оно будет контрастным не только потому, что оно темнее, а еще и потому, что оно какого-то контрастного цвета. Если вы дальше, зависит от того, какого цвета вы сделаете фон. Чем ближе цвет будет, допустим, к цвету цветов, тем сильнее будут выделяться стебли. Чем ближе к стеблям, тем сильнее будут выделяться цветы. И в целом это еще зависит от того, как вы это уточните. Потому что можно, чтобы детали перекликались с фоном или наоборот, контрастировали с ним. В общем, скорее это зависит от вашей затеи. Хорошо, поняла. Спасибо большое. Я бы еще немножечко предложила упростить форму цветов. То есть там есть еще куда упростить, как мне кажется. будет звончим. В смысле убрать волнистый край? Либо сделать волнистый край ритмическим повторяющимся и нарочито волнистым, либо местами убрать. И свести вообще там может быть в овал с парой бугорков. где нибудь. Вот. Да, хорошо, я поняла. Спасибо. А референс еще раз покажете? Да, покажете. так, Наташа, напомните, пожалуйста, когда мы встречаемся. ой, Наташа отключилась. Итак, у нас на этой 10... Мы встречаемся, мы встречаемся в 21.20, поэтому уже 7. Ого! О, мне нравится, что есть даже некоторое количество почти орнаментальных таких ритмичных очень работ. Возьму на заметку. А тем временем у нас начинают пополняться чат работами, которые вы выкладываете, и мы призываем всех, кто хочет продолжить это делать, чтобы все могли полюбоваться, что у кого вышло. Ну, что скажете? Как впечатление? Мало времени. Мне наоборот нравится, что мало времени не дает времени подумать и размышоливать и быстро-быстро-быстро в свободном режиме. хорошо. Очень прикольно, что в свободном режиме у всех по-разному. Это самое любимое. Такие находки, которые сам бы не догадался. Вроде понятно, что красиво, а сам по-другому делаешь. А тут такой вау. я работала по своему референсу. У меня был референс с магнолиями, и мне очень хотелось разобраться, что с ними вообще делать с такими прекрасными, но неуловимыми. Кажется, что... Я не знаю. Мне кажется, еще есть с чем покопаться, но какая-то история про ритм вроде бы получилась. Мне кажется, что эта история очевидная про ритмы, очевидная про тонкость, про хрупкость, про разнообразие, про последовательность, как она расцветает. не знаю, я бы, может быть, предложила сделать макро, а потом паттерн. Прям совсем. А вот еще кто-то показал черное на желтом. Такое что-то красивое. Да, вообще. Да, у Юли прекрасное на желтом, черное, прямо черное. Невероятно. Спасибо. Ну, вот у меня только возникла сложность вот на последнем этапе уже проработки детализации. Вот насколько нужно было с этими черными пятнами как-то активно работать, что-то там вырисовывать. Вот не очень видно, я сделала совсем немножко там серединочки цветов. Вот, с этим сложности были. Мне кажется, что это очень зависит от вашего желания и от того, что какую задачу вы ставили, потому что, скажем, я как любитель абстракции и любитель простоты, мне практически совсем кажется, ничего не надо дорисовывать. Если в этом пятнее, если в этом во всем угадываются цветы, то есть, собственно, основная идея, то мне кажется, дорисовывать не надо. Следующий этап можно дорисовать и можно даже очень подробно дорисовать, но так, чтобы эти детали вообще никак не помешали вашему исходному пятну. То есть, тонкой-тонкой, например, светло-серой линии можно внутри навести, если это просто сплошная черная. Если она уже текстурная, то, может быть, и не стоит вообще дорисовывать. Если она гладкая-черная, то, может быть, стоит в пику этой, скажем так, случайному, этому размашистому, такому махровому фону, гладкая-черная с очень тонкой такой линией детальной, может быть, будет хорошо. Можно, чтобы было, как у Татьяны Мавриной, все поверх этого зарисовано кистью и пестрой, насыщенно и так далее, и это зависит просто от того, какое вы хотите передать ощущение. Потому что я, например, любитель аскетизма, мне кажется, что у вас в силуэте, при том, насколько наглый этот классный сочный фон, если при этом черные силуэты опознаются как цветы и при этом не опознаются как чуждые цветы, просто откуда-то взятые, приклеенные туда, а как то же самое, но вот контрастное, мне кажется, дорисовывать вообще ничего не нужно. Но, опять же, зависит от настроения, которое вы хотели передать. Мне всегда нравится эффект такого узнавания, то есть мы сначала видим пятна, а потом о, это же цветы, и все, этого достаточно. Но это не каждый художник так работает. А можно лайфхак свой в окно? Я, когда сомневаюсь, я делаю скан, распечатываю и подрисовываю, ну, две или три еще работы, подрисовываю, смотрю, классно или нет. О, да, очень хорошая идея. Коллеги, поделитесь лайфхаками. Я, скажем, не распечатываю, но зато я тоже хотела сказать, что я работу, в которой я сомневаюсь, просто оставляю. Я ее оставляю до следующего дня, допустим, и смотрю на нее на следующий день, а не надо ли ей что-нибудь, и добавляю, потом еще жду, и добавляю когда-нибудь, когда захочется. Иногда порчу, иногда нет. Ну, получается, когда распечатываешь, такой учебный еще момент выходишь, и следующий шаг смотришь, и можешь отступить назад, но не продолжать. Или там несколько вариантов сделать. Да, да, конечно, он очень полезный, он прям прекрасный. А, я еще фотографирую и рисую прям в телефоне. А, ну, и так тоже классно, да. Ну, коллеги, а вы? Спасибо за лайфхак, для осторожных. Таня, вы хотели что-то спросить? Да, я хочу сказать... Пуся! Таня, извините, да? Можно мне совет какой-то в отношении работы? Да, секунду. опять же, мне очень нравится тонкота и нежность того, что получилось. А вопрос, должна ли она быть детальная, зависит от того, какого вы хотели добиться впечатления. Мне кажется, что, повторюсь, я любитель аскетизма, поэтому в редких случаях я ставлю задачу какой-то суперперенасыщенность деталями, поэтому мне вот этого достаточно. по мне это уже прекрасно. Если вам не хватает ощущения каких-то, допустим, стеблей, листьев и так далее, то я бы, скажем так, ставила себе ограничения, например, на то, а что, собственно, хочется показать. Если хочется добавить сюда, вот к этим мягким ритмам, какой-то жесткости, прямых линий и так далее, можно прям провести по линейке. Если хочется добавить какой-то материальности, то можно добавить там листья или стебли, но я бы вот тоже осторожно, зависит очень от задачи, которую вы решаете. А эта задача, в свою очередь, зависит от того, что вам понравилось в тех цветах, которые вы рисовали. То есть это не просто порисовать, скажем, нет такого типа расцветы, но расцветы это в любом случае красиво, поэтому прям беспроигрышно. Но нет такого специального правила, как надо рисовать цветы, а как не надо. Так же, как и все на свете, мы рисуем как нам нравится. Но пластическая задача имеет смысл. Если вам не хватает, допустим, ну здесь все такое округленькое, здесь за контраст отвечает черный фон. Но если вам хочется добавить там какой-то конструктив или жесткость какой-то, то можно, допустим, несколько линий прям по линейке провести, тоненькие. я бы так сделала. Но это мое решение. А вы, может быть, что-то еще для себя найдете. Может быть, вам понравились ворсинки на листиках, тогда стоит их там показать. Может быть, вам не хватает мелкой детальки, которые... Так, ой, извините, Тань, скажите слово, чтобы мы вас... Да-да-да. Я понял. Спасибо большое. Так, еще вопросы и приступим к следующей работе. Мария, это самое... Вы сказали, что у кого-то декоративное. Это, наверное, у меня получилось. Нет, я сказала орнаментально. Я сказала орнаментально. Орнаментально. Что... Вот у Наташи было орнаментально про Магнолию. Да, и у вас довольно... Когда мы видим, что работа построена на ритмах, и ритмы эти, очевидно, повторяются, и склонны... И ее можно так продлить, и от этого ничто не испортится. Если я рядом поставлю еще один дубль, еще один дубль, это станет паттерном. Да, она немного орнаментальна, но в этом нет ничего плохого. Паркварельная прямо... Как избавиться от этого? От этого не надо избавляться. Почему? А вот этого надо избавляться. Так, сейчас мы, коллеги, все работы мы прокомментируем, потом отдельно прокомментируем в чате, потому что в экран сложно увидеть быстро и мелко. Так, извините, я потеряла Наташу. Наташа, вы тут? Так, Наташа не тут. Она к нам, значит, присоединится. Наташа. Мы продолжаем. Давайте сделаем еще одну работу. У нас есть еще один референс для вас. И мы сделаем еще одну работу. Поскольку принцип нам всем понятен, у каждого из вас, очевидно, возникли творческие задачи, например, сделать не так, как была сделана предыдущая работа, или что-то попробовать, попробовать другой фон, попробовать из-за орнаментального перейти в неорнаментальное или наоборот в орнаментальное, потому что очень красиво выглядят эти работы. Итак, воплотите все свои желания. Начинаем точно так же. Первые 10 минут мы просто располагаем пятна на листе. Вторые 10 минут мы это все доделаем до финала. Итак, показываем следующий референс. Теперь вы можете отобрать фрагмент или сделать все это, или придумать, додумать. Вперед! Так, извините, прочитаем чат. Ага. Поехали. Встречаемся через 10 минут, скажем так, в 45 минут, 21.45. Давайте посмотрим, что получилось. Ого! Я продолжу минимализм, но кто-то размахнулся. Так, отлично! Таня и Лена двигаются по максимуму. Отлично! Хорошо! Прекрасно! Оля, у вас маленькие, прям совсем маленькая работа, я увидела, да? Отлично! Миниатюры наши все! Прекрасно! А что, так можно было два тюльпантика и все? Конечно! У меня такие красивые были пятна и уже нарезанные зеленые, чтобы не трудно было отказаться. Так, отлично! Можно все, что угодно, поэтому... Да, все больше абстракции в наших... А кто еще? А кто еще? У меня просто не сразу видно. А пролистайте, вы увидите, то есть, если вы видите экран, не... Ага! А я просто не успеваю, показывают, а я иногда не успеваю, не вижу, кто показывает. коллеги, давайте поднимем и подержим, чтобы те, у кого экран не плитка и мог посмотреть на то, что получилось. Маленькая, какая хорошенькая. Ага, да, миниатюры в наших рядах, в наших рядах у Оли Сильвановой почти абстракция. И почти... Да, ага. О, у Натальи минимализм, как у меня, как хорошо. У Натальи... Тут манги вообще офигенные, которые с ярко-красным. Угу. Отлично. Так, ну, дорогие друзья, теперь вы люди опытные, вы знаете, что делать дальше. Итак, у нас еще 10 минут на дорисовку, только обращаю ваше внимание, что не надо рисовать все подряд. Дорисовка должна быть минимальная, только для повышения выразительности вашей работы. И у нас будет еще заключительное задание, поэтому берегите силы. 10 минут на дорисовку. Есть вопросы? Поехали. Я сейчас верну референс. Секунду. Вот наш референс. Но в целом здесь важно работать уже не совсем с референсом, а с вашим листом, какой у вас есть. Итак, встречаемся через 10 минут, это будет ровно в 10 часов. итак, наше следующее задание выбрать лист, взять лист, который мы красили, но который вы еще не успели порезать и поработать с ним в таком виде, как он есть. То есть, ваша задача теперь ничего не резать, не приклеивать, а просто дорисовать ваш лист, чтобы это получились цветы. Максимум, что вы можете сделать, это использовать фрагмент листа, не обязательно весь лист целиком. 10 минут. Поехали. Прямо потрясающее есть решение. Неужели все это было заранее нарисовано на ваших... В какой мере вам пришлось дорисовывать? Расскажите. Не убирайте. У меня совсем чуть-чуть вот здесь вот. Давайте я сделаю так. Я сейчас включу режим, когда показывают докладчика, и каждый из вас может, не убирая свой лист с экрана, просто сказать, как много ему пришлось дорисовать. Мы тогда покрупнее увидим рисунки. Расскажите о своих. Вот мне пришлось дорисовать только вот эти точечки и вот эти кровинки. Остальное было уже заранее на листе. Давайте я. Давайте. У меня вот там в середине было такое пятнышко желтое, прямо вот тюльпан этот желтый. Почему? Я просто сверху там дорисовала. Секунду, подождите. Так. Рена, это вы говорите, да? Сейчас я сделаю. Да, это я говорю. Сейчас я вас попробую показать. А можно назад от картинки? Да, да. Не видно. Вот, сейчас. Просто то, что дорисовать, это вот здесь вот сверху. Она показала, что как тюльпан вот здесь вот как раз бутон. Вот. Ну, не контрастный, конечно, получилось. как раз наоборот. Мне кажется, что контрастный и, может быть, можно было даже не черным, а чуть растушевать его с внешней стороны. Я думаю, графично как-то может быть график. Да, да, да. Тогда, конечно, все, мне кажется, что вот эти полосы, которые, которые как бы прерывают линию, да, как будто это трава. В общем, почему нет? Вполне достойно. Можно. Так, кто еще хочет поделиться? Я хочу. Я тушкой нарисовала, то есть я там увидела какие-то эти тени и туманы. Я когда рисовала, у меня была в детстве книжка какая-то, не то чешская, но мама покупала за люстрацию, то есть там даже не прочитать было. И там вот такие акварелью, колокольчики, какие-то цветы, и они с глазками. Ну, там сказка какая-то была. И у меня безотчетно иногда вылезает вот это. То есть я начинаю рисовать, а потом вспоминаю эту книжку. Зрительная память, залог счастья художника. Вот, очень красиво. Да, очень красиво. Спасибо большое, прекрасная работа. Да, здорово. Так, хочет кто-нибудь еще поделиться? Я могу сказать, что я вот ввела сюда желтые, зеленые и синие. Сейчас, секунду, секунду. Ой, сейчас я вас потеряла. Так, Оля, это вы говорите? Нет, это Таня. Это Таня. Таня, сейчас, а я просто сейчас не вижу, сейчас я пытаюсь найти Таню. Секунду. Таня, Таня, о, вот. Ну, то есть, я вела желтые, зеленые и синие сюда, и белые, а все красные и черные здесь были. Угу. Очень красиво. Да, классно. Прямо вот клумба прямо видна. Да, поляна прямо цветочная. Угу. Отлично. Очень хорошо. Так, кто еще хотел бы поделиться? Я тут видела. Вот у Натальи красиво, мне кажется. Наталья. Порошина Наталья. Ой, да, ну, что-то такой прям, ага. Угу. Спасибо большое. Ой, ольге Борисовой тоже красиво. я добавила только серый цвет. Я его... Так, давайте посмотрим Наташу. Наташа, никуда не убирайте, я попробую сделать вас. А серый ты какой? Это что там, серый фон? Нет, я цвета сделала заранее, ну, вот, только акрилом, не акварелью, потому что он быстро сохнет. И там были просто наляпанные разные цвета. А потом я решила просто серый цвет более-менее нейтрально смешать, и им, как бы, ну, негативным рисованием выделила фон. А, ну, то есть фоном, как бы, нарисованы цветы очень супер, очень красивые. Да, здорово. Вот этот серый, вот этот серый, вот этот серый. Он сверху нарисован, на пункте было. Ну, я поэтому переспрашиваю, что мне не... Ну, он как бы, да, серо-голубой. Ага. Так, понятно. Извините. Спасибо. Каким-то образом мне не удается вывести вас на большой экран. Спасибо, что вы все рассказывали. Спасибо. Видели, спасибо, классно. Да, очень здорово. очень хорошо. Ваши фотки на... в 5. Спасибо. Оля, хотите сказать что-нибудь? Оля Борисова. Так, сейчас, да, меня слышно? Да. Да. Так, сейчас. Да. Ну, я на самом деле довольно много дорисовала, может быть, можно... Ну, вот у меня была эта растяжка, которая цветов именно в листе, и сверху я уже бутоны с лепесточками, ой, с этими, с тевелечками дорисовала. Ой, а что это такое у вас объемное? Кажется, что вы чуть ли не пластилином рисуете. Это, ну, акрил. Просто такой мазок даст. Ну, в общем, я краски не пожалела. Да, интересно. Да, потрясающе. Как интересно получилось. Вообще круто. Вот. Спасибо. Я не знаю, может быть, это надо было как-то умнее сделать. то есть, я вот видела там, действительно, прямо видели эти цветы, вот, у меня прям цветов увидеть не получилось в моих заготовках, так что... Ну, да, почему же нет? Так, хорошо. Так, давайте посмотрим Динару. Динара, есть... скажите что-нибудь. Хотите сказать? Ну, слышно, да, меня? Да. Я дорисовала, ну, да, в общем, я фактически все цветочки нарисовала. То есть, у меня был фон, такой, пятнами, а цветочки... Ну, кое-где, может быть, я чуть-чуть использовала тот, который цвет есть, но в основном нарисовала, чтобы мне больше фантазии не хватило. Отлично. Мне кажется, что это чудесное сочетание вот этой мелкого, аккуратного с абсолютно свободным. Так, спасибо большое. Так, кто еще хотел бы поделиться? Марина, наверное, Мариничка. Так, 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 так. Да, 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 это я. О, Марина, сейчас вставайте. Здравствуйте. Тут у меня в основном, получается, стебелечки были нарисованы, и вот это красное пятно, темное, которое вот здесь вот, потому что мне не хватало что-то по ритму стебельков, вот, я протащила вот этот, и туда поставила пятно красное, и оно получилось как бы акцентом, из-за того, что оно темнее всех остальных. Очень нежно получилось так это. Красиво. Да, мне нравится как. Да, мне нравится красиво. Да. И взгляды снизу бутонов, так получается. Да, да, как будто снизу тут, они сами же сидели вот так вот пятна легли. Мне нравится, насколько оно такое монолитное, очень такое крупное, классное. Симак. Так, Маша, вы тоже хотели показать, я видела, вы показывали, теперь убрали, покажите нам. Так, если вы будете говорить, то у вас, ну, зум покажет вас в костюме. Я включила. Ага. Ну, вот я взяла, да и нарисовала. А что из этого уже было на листе? На листе был фон такой, пятнистый, красивый. Ну, это мятый листик, то есть это акварель, мятая, и получился такой эффект, очень интересный фактор. Да, очень интересный лайфхак. Поделитесь потом в чате. Ну, в смысле, в чате будет поподробнее видно, как это выглядит. Здорово, надо же, мятым. Коль. Спасибо большое. Так, дорогие друзья. Матый ящик. Конечно. Да. У меня вот так получилось. Ага. Я решил, этот фиолетовый вход, это обрезки от первой работы. Ага. И вот эти дырочки, которые остались, я их просто закрасила, сделала из них листья. Ага. А случайные потеки, которые остались от того, когда я сушила сыном акварель, я превратила в стимики. Да, получилось такое чудное сочетание предсказуемого с непредсказуемым. Особенно мне нравятся листики, дорисованные в дырке. Да. Да, это очень интересно. Потрясающая идея. Да, да, классно. Спасибо. Безотходное производство. Да, почему? Да, конечно. И не было просто листов. У меня тоже из обрезков возникла отдельная идея, но я ее решила оставить на завтра. Да, из обрезков бывает красивее, чем то, что ты вырезал. Да, у меня еще осталась парочка недоклеенных и какие-то идеи по тому, что делать с обрезком. Так, дорогие друзья. Можно? Да, конечно. Или нельзя? Конечно, можно, нужно. Нужно, да. Не обязательно. Сейчас, Наташа, говорите. Я продолжаю разбираться со своей магнолией. У меня, в общем, была просто розовая бумажка, которую я немножко затянила вокруг. так просто, ну, это получился немножко как-то хитрость, потому что, в общем, все равно получилась аппликация просто с помощью карандаша. Вот. И дала внутри какие-то лепесточки. Ну, и в общем, очень нежно. И похоже на ракушку. Внутри такие камни тоже есть. Разрез камня такого вот. Да. Каменный цветок. Каменный цветок такой. Как пейзажный яшма. И яшма такого цвета. Да, да, да. Ну да, как каменный цветок. Мне, на самом деле, было суперинтересно все там четыре раза у меня получилось четыре, да, рисовать один и тот же цветок, один и тот же рейтсеринс, потому что там каждый раз что-то новое замечаешь. Да, отлично. Лайфхак тоже практически. Мне хотелось сказать, что вообще говоря, когда вы решаете ту же задачу, какую решает аппликация, но карандашом, в этом нет никакого читерства. Это просто, ну, то есть мы же решаем аппликации пластическую задачу, как добиться четкого края. Вот. И если вы делаете, добиваетесь этого карандашом, просто имеете свой инструмент, и он иначе немножко работает, поскольку через него просвечивает исходная краска, и получилась, мне кажется, великолепная последняя работа, прекрасная. Вот. Так. Кто еще хотел поделиться? Коллеги. До встречи. До встречи через день, то есть в среду на Zoom. Да, через день. Домашка-то делайте, пожалуйста, то, что вы задумали, но не успели сегодня. При свете дня вы увидите свои работы, и, возможно, у вас еще возникнут какие-нибудь идеи с ними связанные, поэтому это практика, продолжайте, пожалуйста, наблюдать и наслаждаться цветочками, рисовать цветочки. Напомню, что у нас также не разбраняется рисовать что угодно, вот, и рано или поздно мы доберемся и до птицы. Спасибо, что вы пришли. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Счастливо. Выкладывайте фотки в чат. Спасибо. 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 Продолжение следует...